Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена операциям с основными средствами при продаже досрочно. Какие есть тонкости в 2023 году и рассматривать мы ее будем на примере ERP. На экране вы видите наши контактные данные, то есть электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардышева Галина. И если вам по какой-то причине оказалось неудобное время, например, проведения вебинара, или вы не смогли досмотреть его до конца, в этом случае вы можете через некоторое время обратиться на наш сайт, и там мы выкладываем записи вебинара. Возможно, какие-то еще материалы покажутся вам интересными. Милости просим, будем рады сотрудничеству. Итак, тема нашего сегодняшнего вебинара. С какого периода считать 3 года и 10 лет? То есть, собственно говоря, это наиболее часто повторяющиеся вопросы, которые касаются операции с основными средствами. Для упрощенцев. Как пересчитать налог, упрощенный при продаже основного средства? Административные мероприятия. Какие документы нужно оформить? Какие локальные акты? То есть, как подстраховаться? Что российские организации не включают в декларацию по имуществу в этом году? Ну и про дополнительные сервисы, отчеты мы тоже с вами немножко поговорим. Как будет проходить наш вебинар? Нормативные материалы мы будем с вами смотреть по слайдам и будем переключаться на демо-базу ERP. Сейчас я переключусь. Вот таким образом, то есть, мы будем смотреть то, о чем поговорили, так сказать, уже в натуральную величину. Будем ручками формировать те документы, про которые будет идти разговор. Возвращаемся снова с вами к нашим слайдам. И начнем с нормативной информации. Больше всего вопросов практически возникает у упрощенцев. Потому что при учете основных средств при упрощенке, обратите внимание, упрощенка доходы минус расходы. У нас есть некоторые тонкости. Поскольку при упрощенке основные средства учитываются немножко иначе, чем на общей системе налогообложения. Такие вопросы у нас с вами регулируют в этом году ФСБУ 6-2020. Оно вступило в действие обязательно для всех с прошлого года. То есть, это период действия 2022-2023 года. Если актив, который попадает под резинки основного средства, то есть, это согласно этого ФСБУ, ТМЦ, которые имеют срок эксплуатации более 12 месяцев и которые используются при производстве. То есть, лимит стоимости, как было раньше, 40 тысяч, 100 тысяч, сейчас не имеет значения. Значит, также расходы на приобретение ОС принимаются в порядке, который регулируется налоговым кодексом. Это у нас статья 346, в зависимости от того, какие расходы были понесены, например, до перехода на упрощенку или уже после перехода, то есть, были куплены при применении упрощенной системы. Затраты на приобретение основных средств при упрощенке отражаются в книге учета доходов и расходов на конец каждого налогового периода. Причем, обратите внимание, это касается только оплаченных основных средств, которые вы указываете во втором разделе. Учет ведется отдельно по каждому объекту и итоги страницы во втором разделе переносятся в первый раздел в графон номер 5, то есть, расходы для исчисления налоговой базы. Следует учитывать, что при упрощенке остаточная стоимость у нас лимитирована и, соответственно, если у вас основные средства по остаточной стоимости больше 150 миллионов, то вы теряете право на применение упрощенки. За этим стоит следить, потому что даже с учетом положения переходного периода, который был установлен на 2022 год и имел повышенные, так сказать, лимиты, то есть, вы могли превысить, например, численность не 130 человек, а 135 человек, при этом вы не теряли право на упрощенку. То есть, даже при применении положения переходного периода, превышение остаточной стоимости основных средств предусмотрено не было. И достаточно большие санкции, которые связаны с основными средствами. То есть, санкции за любые действия, повлекшие занижение суммы налоговой базы, наказываются приличным штрафом. То есть, 20% от неуплаченной суммы, но не менее 40 тысяч рублей. Это у нас статья 120 налогового кодекса. Еще немножко нормативной информации. То есть, фирмы и предприниматели на упрощенке не являются плательщиками НДС. Поэтому, при покупке основных средств, если было выставлено с НДС, такие компании принимают его к учету стоимости, то есть, стоимость основного средства включается. И такое же, если эта организация приобрела основное средство после перехода на упрощенную систему налогообложения. То есть, когда основное средство приобретается в период применения упрощенки, то есть, вы его купили, когда у вас действует упрощенная система налогообложения, то его стоимость списывается с момента ввода в эксплуатацию в течение календарного года. То есть, в этом случае мы берем календарный год, это у нас один налоговый период, равными долями, учитывая их в последнее число каждого квартала. И, соответственно, если основное средство оплачено не полностью, в расходы в течение одного налогового периода будут приниматься только фактически оплаченные суммы. Достаточно уже давно, это я просто напоминаю, с 2019 года основное средство, права, на которые подлежат госрегистрации, списываются по общим правилам. То есть, в этом случае нам не нужно ожидать получения документов от госрегистрации. И такое требование из налогового кодекса было исключено. Потому что раньше, например, если мы регистрировали, подавали на регистрацию право собственности здания, сооружения и так далее, то в течение месяца происходила госрегистрация и, соответственно, возникал вопрос, с какого периода требуется поставить его на учет с момента покупки или с момента получения документов от регистрации. Если вы решили продавать основное средство, а три года еще не прошло, то в этом случае следует подавать корректировочные декларации по упрощенке, пересчитать все, перечислить суммы налога, который оказался заниженный, и после этого уже только оформлять продажу. Ну, например, если у нас с вами организация на упрощенке 15-процентной, то есть доходы за вычетом расходов, и мы приобретаем компьютер, то в этом случае, как и полагается при упрощенке, мы в первый год после покупки погашаем его стоимость, то есть полностью списываем на расходы. Например, если у нас операция завершилась в 2021 году, то вот с этого момента и следует начинать трехлетний отчет. Обратите внимание, что не с момента ввода в эксплуатацию, а именно с момента, когда завершено списание. То есть здесь возникает некоторая юридическая коллизия. То есть продать без налоговых последствий этот компьютер мы с вами сможем только в 2024 году. Но официальные разъяснения Минфина и налоговой службы по такому вопросу, как от какой даты следует отсчитывать три года, отсутствуют. То есть официальные позиции эти ведомства не озвучивали. Но судебная практика, в общем-то, к сожалению, в этой ситуации на стороне фискальных органов, а не налогоплательщиков. То есть если вы хотите подстраховаться, то лучше считать вот эту дату. Ну а если вы считаете, что это для вас не обязательно, тогда можно, конечно, принимать во внимание дату ввода в эксплуатацию, ну и быть готовым к тому, что у налоговиков могут возникнуть возражения. Собственно говоря, для упрощенцев работа с основными средствами, которые мы хотим продать, выглядит вот таким образом. То есть продажа объекта основных средств. Если мы это делаем до истечения трех лет, при этом объекты со сроком использования до 10 лет и 10 лет, если срок использования 10 лет, то в течение 15 лет уже более поздний период. Значит, если у нас объект попадает вот под эти критерии, то да, мы остаточную стоимость принимаем в качестве дохода. И пересчитывается база по упрощенке. Если же нет, то в этом случае пересчет налоговой базы не требуется. То есть это для упрощенцев достаточно такой и спорный вопрос, и вопрос с неоднозначной арбитражной практикой, к сожалению. Еще немножко нормативной информации. В результате перерасчета, часть расходов на приобретение объекта, то есть его остаточная стоимость, у вас останется не списанной. И уже достаточно давно, на протяжении ряда лет, чиновники запрещают упрощенцам учитывать ее в расходах. Подтверждением тому письмо, достаточно древнее по нынешним меркам, то есть от 15-го года, в котором такая позиция озвучена. Были и более ранние разъяснения, которые касаются 11-го года и так далее, но поскольку сейчас у нас очень много изменений, то в принципе обычно апеллируют вот именно к этому письму. Как я уже сказала, арбитражная практика очень неоднозначная, поэтому, чтобы подстраховаться, приходится следовать невыгодной позиции чиновников. Ну, либо ждать, когда у нас выйдут очередные изменения в законодательстве и что-нибудь отменят. Сейчас мы с вами переключимся на ERP и посмотрим, что у нас в этом отношении предлагает программный продукт. Я сейчас покажу сладики, а потом мы переключимся на них уже, так сказать, вживую ручками потрогаем. То есть работа с основными средствами у нас с вами находится в разделе внеоборотные активы. Соответственно, здесь у нас есть, вот выделен подраздел, в котором расположены документы по основным средствам. Здесь, собственно говоря, и сами по себе основные средства, и объекты к строительству, и принятие к учету. Ну, то есть вот основные первичные документы, которые используются при принятии к учету основного средства, ну и другим операциям с основными средствами. Сейчас мы с вами переключаемся на демо-версию. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание вот на что. Вот по этой пиктограммке вы можете посмотреть, какой у вас релиз. К сожалению, в этом году это очень актуальная информация, потому что у нас изменений вносится очень многое в программные продукты, в регламентированные формы отчетов. Ну, например, тот же налог ИНС у нас, к сожалению, появился уже в достаточно поздних релизах. Мы можем посмотреть, какая версия платформы у вас установлена, ну и, соответственно, релиз самой конфигурации. Еще хочу один момент уточнить, точнее, обратить ваше внимание. У нас сейчас установлена версия 2.5.11.96. При этом нужно учитывать, что компания 1С декларирует как релиз длительной поддержки 2.5.8, ну и тут, соответственно, идут остальные цифры, которые показывают последние изменения. То есть сейчас уже есть и 2.5.11, и 2.5.12. То есть, соответственно, туда вносят изменения, исправление каких-то спорных моментов. И перед тем, как работать с основными средствами, то есть вообще с любым разделом, который влияет на налогообложение, стоит уточнить, какой у вас релиз и не нужно ли вам обновление, потому что иначе у вас не будут сформироваться некоторые печатные формы новые, ну и, соответственно, какие-то механизмы, которые с ними связаны. Так, мы отсюда с вами уходим и переключаемся на режим внеоборотной активы. То есть вот этот раздел, про который мы говорили. Напомню, что жирным шрифтом выделены, ну как бы, наиболее значимые пункты в меню. А если мы переходим вот по этому пункту документы по основным средствам, то мы с вами попадаем в журнал документов. То есть здесь отражаются все документы, которые у вас были выполнены по основным средствам. И, естественно, когда идет приобретение основного средства, это у нас проводки по бухгалтерскому учету на 0,8 счет или на 0,7, если объект требует монтажа. И, соответственно, в этом случае у нас получается, что после того, как завершена работа, например, по монтажу, мы переводим основное средство уже к учету на 0,1 счет. Или, может быть, мы его сдаем в аренду. Напоминаю, что если вы сдаете в аренду основные средства, то это уже идет на сотражение, участвуют и забалансовые счета. Но, естественно, если вы и взяли в аренду основное средство, то его тоже требуется отражать на забалансовых счетах. Это, в принципе, достаточно часто, к сожалению, не делается, но налоговики к этому предъявляют повышенное внимание. И вот здесь у нас есть небольшая тонкость. То есть в обычном порядке, так же, как и в других журналах, если мы хотим ввести новый документ, мы можем его сформировать на основании, например, документов приобретения. Можем через кнопочку создать. Вот если мы используем кнопочку создать, у нас, видите, появляется вот такое меню. И здесь у нас документы сгруппированы, то есть по папочкам разложены. И, например, принятие к учету, как вы видите, у нас состоит из нескольких документов. То есть покупка в результате инвентаризации, неожиданно нашли трактор, и принятие к учету предметов аренды, если вы что-то получили в аренду. Ну, соответственно, мы выбираем то, что нас интересует. И дальше уже формируем, заполняем отчетность по, не отчетность, а документ, вернее, извините, по имеющимся сведениям. Поэтому, когда вы оформляете документ поступления, нужно обратить особое внимание на то, чтобы заполнить все поля, которые у вас доступны для редактирования. То есть не пропуская ничего. Снова переключимся сейчас на наши слайдики. И вот я вам еще раз покажу то, что мы только что ручками потрогали. То есть вот через кнопочку создать мы с вами в журнале документов выбираем нужный и, соответственно, заполняем его так, как положено. Здесь есть у нас еще одна тонкость. То есть при принятии к учету у нас формируется документ принятия к учету. И на закладочке «Основное» мы с вами выбираем вот этот пункт «Принятие к учету». И здесь, то есть если вы, например, в управленческом юрлице, в управленческой фирме это делаете, то вы выбираете только управленческий учет. А если вы ведете и управленческий, и бухгалтерский, и налоговый учет в одной компании, то, соответственно, вы выбираете во всех видах учета. Ну или только в бухгалтерском учете. То есть если он у вас в балансе висит, а уже сто лет там не используется, то, соответственно, будет только баланс. Теперь что у нас происходит при досрочной продаже? То есть при, может быть, реализации, может быть, списании основного средства. То есть здесь все зависит от того, что вы хотите, ну, как бы, сделать. То есть при реализации основного средства до установленного законом срока нужно пересчитать и уплатить налог, как я уже говорила, а также не забыть подать уточненку по упрощенной системе налогообложения за периоды, в которых раньше были учтены расходы. То есть если, например, основное средство вы приняли к учету два года назад, то есть до трех лет еще не дошел срок, то вам придется подавать и за прошлый год, и за позапрошлый год. У общережимников, то есть у предприятий, которые применяют общую систему налогообложения, ну, наиболее часто возникающий вопрос, это насколько безопасно производить продажу основного средства, ну, чаще всего это касается зданий, сооружений, помещений, ниже кадастровой стоимости. Вот здесь на самом деле вопрос с вторым дном, если можно так выразиться. То есть если мы в договоре указываем цену покупки ниже кадастровой стоимости, то налог будет исчисляться именно с кадастровой стоимости, а не с суммой продажи. И, соответственно, в этом случае налоговики потребуют уплату недоимки, начислят пение и штраф. То есть это регулируется статьей 220, пункт 5 налогового кодекса. Ну, в этом случае постелить соломки достаточно просто, легче всего прописать в договоре сумму примерно в 70% от кадастровой стоимости, ну, и заявить налоговый вычет по статье 220. Правда, она не всегда подходит, но тем не менее. То есть вычет на приобретение имущества состоит из трех частей в этом, ну, не только в этом случае вообще, и предоставляется по расходам. То есть порядок предоставления имущественных вычетов, имущественных налоговых вычетов у нас регулируют две статьи 220 и 221.1 налогового кодекса. То есть в этом случае на новое строительство или приобретение на территории РФ объекта недвижимости или доли в них, ну, и, соответственно, земельных участков под ним, на погашение процентов по целевым займам или кредитам, которые получены от российских организаций или предпринимателей, и которые практически израсходованы на новое строительство или приобретение основного средства либо доли. И также участка под ним. И на погашение процентов по кредитам, полученным в российских банках для рефинансирования. Обратите внимание, то есть мы можем вычеты объявить, заявить на новое строительство, на погашение процентов по целевым займам, которые можем получить не от банков, а от каких-либо организаций либо предпринимателей, и на погашение процентов по кредитам, конкретно от кредитных организаций, ну, то бишь банков. И еще пару слов. То есть согласно нормам налогового кодекса с 1 января 2023 года, то есть в этом году, налогоплательщики российские организации не включают в налоговую декларацию сведения об объектах налогообложения по налогу, налоговая база по которому определяется как их кадастровая стоимость. То есть это у нас с вами новый пункт. И обратите внимание, это налоговый кодекс у нас, статья 386. Но если, например, у компании в истекшем налоговом периоде, то есть в этом году, имеются только объекты, которые по кадастровой стоимости определяются, то такая декларация по налогу на имущество, это тоже у нас новая форма, которая, видите, в августе прошлого года утверждена, не предоставляется. Здесь тоже, к сожалению, на практике мнение расходится, потому что, ну, скажем так, многие предпочитают подстраховаться и отправить декларацию все-таки, но нулевую. То есть чтобы уже не было никаких придирок со стороны налоговых органов или подать пояснительную записку, что в связи с тем, что отсутствует имущество, с которого берется не по кадастровой стоимости, рассчитывается налог, то декларация не предоставляется. Здесь уже как бы на ваш выбор, какой из этих вариантов вы считаете наиболее безопасный, потому что, как я уже говорила, арбитражная практика по основным средствам, которые касаются основных средств, достаточно неоднозначная. После того, как мы, например, приняли к учету основной средств, перевели его на 0,1 счет, а последующая операция, кроме начисления амортизации, которую мы можем сделать, это, например, мы продаем основное средство, которое раньше трех лет или раньше десяти лет. И в этом случае у нас будут использоваться уже другие документы. Снова сейчас мы с вами перейдем в нашу демо-версию и закроем создание хозяйственного документа. Вот у меня уже создан документ, то есть если мы решили продать основное средство, то в программе это необходимо сделать через документ подготовка к передаче основного средства и затем уже реализация основного средства. То есть вот у меня уже создан документ, что он делает, для чего нужен этот документ, подготовка к реализации. Ну и здесь достаточно традиционное заполнение. Вот у меня, например, список моих основных средств. Я выбираю то, которое мы решили продавать. И, соответственно, вот оно у меня уже выбрано. Мы ставим необходимые сведения и получаем сумму с учетом, сумму с НТС. То есть, собственно говоря, этот документ закрывает 0,2 счет на 0,1. Используется 0,1, 0,9. И после этого, то есть туда собираются все начисления амортизации, которые проходили по этому. И вот на закладочке дополнительно мы делаем, ставим флажок, если цена включает НДС. И, естественно, в случае, если вы с НДС работаете, то продажа облагается НДС. Если вы упрощенцы, то пишите продажа не облагается НДС. И отдельным пунктом выделен экспорт, потому что здесь свои тонкости касательно НДС. Ну, на закладочке основной, как обычно, оформляется, кто кому что продает. И обратите внимание, подготовка к передаче в, как я уже говорила, здесь по переходу мы выбираем нужный нам пункт. Ну, во всех видах учета, в моем случае, стоит выбрано. И поэтому... Сейчас мы с вами посмотрим, какие при этом возникают проводки. То есть вот я перехожу по пиктограммке дебит-кредит. Это у нас налог, бухгалтерский учет. О, господи, оно будет долго-долго думать. Тогда мы с вами сейчас вернемся к нашим слайдам и посмотрим мы тоже на готовом слайде. То есть когда полностью сформирован документ, проведен, проверен, у нас сформируются вот такие проводки. На 0.1-0.9 у нас закрываются все затраты, которые... амортизация, которая есть. И, собственно говоря, с 0.1-0.1 переводится сумма и начислена амортизация. Снова с вами возвращаемся сейчас в демо-базу. И здесь... Сейчас я подниму линейку, чтобы было видно. Вот так. Чтобы было видно, что у нас еще сверху есть. То есть мы можем сформировать печатную форму документа. И в этом случае у нас сформируется вот такой документ. То есть это у нас форма ОС-1. То есть акт о приеме и передаче основных средств. Практически он такой же, который мы делаем при приеме, при вводе в эксплуатацию, вернее. И уже немножко из практики. То есть не забудьте посмотреть, чтобы у вас здесь стояли автографы. Ну, соответственно, дата, подпись и печать. И чтобы у вас были указаны все необходимые сведения. То есть земельный участок, кто кому, в какой валюте. Ну и, соответственно, вот в этом поле отражается остаточная стоимость, стоимость приобретения. Ну и, собственно говоря, сведения об этом участке. Такие же, как при приеме на работу. О, извините, при приеме к учету. И, соответственно, вот этот раздел сдал, принял. У вас тоже в обязательном порядке должно быть заполнено. Ну и обратите внимание, что доверенность должна быть в обязательном порядке оформлена. То есть если подписывает документы не руководитель, который имеет право действовать без доверенности, то в этом случае обязательно должны быть указаны параметры доверенности. Про доверенность, как вы помните, с прошлого года выпускают ее налоговые органы. Ну и плюс вы можете использовать возможность работать с машиночитаемыми доверенностями. Во всех остальных случаях в классическом, так сказать, варианте, если у вас отсутствуют здесь подписи и печати, то документ не будет считаться действительным. Так, сейчас мы с вами это позакрываем. И интересовать нас будет еще вот что. Возвращаемся в наши слайды. Опять, к сожалению, перетаскивать придется. Так, вот еще что. То есть если вы предоставили декларацию по налогу на имущество, в которой налоговая база определяется как среднегодовая стоимость, то есть не кадастровая, а среднегодовая, ну для иностранных организаций по всем объектам налогообложения независимо от порядка определения налоговой базы, то подается уведомление об исчисленных суммах налогов. Как вы знаете, мы подаем уведомление по всем налогам и взносам, по которым на момент по сроку, на момент предоставления уведомления еще не сдана декларация. В нашем случае, поскольку декларация по срокам сдается до 25 числа и сдается она ежеквартально, то, например, в марте месяце отчетность по этому налогу еще может быть не предоставлена. И в этом случае, значит, когда мы сдаем декларацию, а потом производим оплату, подавать декларацию не нужно. Сейчас мы с вами вернемся в нашу налоговую, нашу демобазу. И теперь вот какой момент, мы немножко поговорим про локальные нормативные акты. То есть кроме того, что мы с вами составляем документы в программе, то есть выбираем, соответственно, еще раз напомню, через кнопку создать выбираем из папки «Нужный документ», ну, который соответствует тому, что вы хотите сделать, мы должны, кроме этого, составить дополнительные документы. Ну, во-первых, при приобретении это должно быть распоряжение или приказ руководителя, то есть директора, о том, что приобрести такое-то основное средство. Затем должна быть составлена комиссия, которая производит прием основного средства, то есть проверяет его на готовность к работе, если необходимо, производит какой-то монтаж, настройку и так далее. То есть в этом случае мы утверждаем приказом состав комиссии, и эта комиссия нам акт о приеме передачи уже должна подписать и, соответственно, определить материально ответственное лицо, которое будет отвечать за это основное средство. Ну, на практике, как вы знаете, это достаточно экзотическая операция и производится она редко, потому что приобретение все оформляется на директора или на какого-то кладовщика, который имеет в подачу и тяну, грубо говоря, весь завод. Ну, то есть должно быть назначено материально ответственное лицо, это должен быть приказ о назначении материально ответственного лица, и после этого он уже должен расписаться в акте приема. То есть утвердить акт приема должен руководитель, а расписаться должно материально ответственное лицо. И кроме этого должно быть указано место размещения. Обычно это что упрощенцы, что достаточно крупные предприятия соблюдают только в отношении контрольно-кассовых аппаратов, поскольку там в карточке кассовой машины указывается место ее установки и это достаточно легко проверяется налоговиками. А вот в отношении других основных средств это, к сожалению, часто игнорируется и потом при проведении либо аудита, либо камеральных проверок к этому могут придраться. Снова мы с вами выйдем в раздел внеоборотные активы. И здесь хочу напомнить про то, что у нас есть еще один блок, который позволяет, ну, во-первых, получить достаточно много отчетов касательно основных средств. Во-вторых, участвует, вот видите, у нас есть и поддержание запасов, и обеспечение запасов, ну, то есть достаточно много документов можно составить, которые, в принципе, используются при работе с обслуживанием и с ремонтом. Ну, сейчас нас интересуют отчеты, потому что про вот эти документы можно говорить достаточно много. Настройки и справочники – это если вы хотите уточнить и заполнить какие-то дополнительные, ну, может быть, подробности про имеющееся основное средство. Обратите внимание, что обслуживание и ремонт у нас здесь тоже присутствуют, и если планируется, что должно быть проводиться с определенной периодичностью обслуживания, то нам тоже сюда нужно будет заглянуть. Но интересуют нас сейчас не настройки, интересуют нас сейчас именно отчеты по внеоборотным активам. Открывается, к сожалению, он достаточно долго. Вот, то есть видите, в отдельной группе у нас арендованы основные средства, то есть, я повторюсь, они должны быть отражены на забалансовых счетах. По лизингу, вот, у нас есть отдельное поле, отдельная группа. И, собственно говоря, по переданным в аренду абсолютно та же история. Нематериальные активы мы с вами сегодня не будем затрагивать. Ну и дальше уже достаточно такие традиционные отчеты. Это ведомость по основным средствам, инвентарная книга и перерасчет имущественных налогов. То есть, если у нас происходят с вами какие-то корректировки, то можно использовать вот такой отчет. Это расчет имущественных налогов. Если мы сюда входим, ну вот, например, выбираем организацию какую-то, у меня созданы несколько юридических лиц, соответственно, вы проставляете чекбокс по тем юридическим лицам, по которым вам требуется информация. Нажимаем ОК и задаем период. Ну, то есть, я вот задам с января. Вот так вот. Снова чуть-чуть повыше сделаем, чтобы у нас вот так. Соответственно, мы можем выбрать вид налога, то есть налог на имущество. Обратите внимание, что транспортный налог при заполнении карточки основного средства. Вы проставляете, соответственно, флажок, что это транспортное средство. Либо это если земельный участок, то вы проставляете флажок, что это земельный участок, и тогда у вас возникает еще транспортный налог, либо земельный налог. То есть не налог на имущество, а какой-то из этих. И можно выбрать одно конкретное основное средство. Мы сейчас не будем это делать. Ну и через кнопочку сформировать мы получаем уже итоговые данные. У меня просто, поскольку демобаза, нет таких операций, и можем посмотреть только шапку. А поскольку у нас с единым налоговым платежом сейчас одна сумма используется, то есть может быть ситуация, когда у вас сто лет висел какой-то налог или какие-то остатки по пеням, которые вы недозаплатили, то сейчас у вас это все спешется в хронологическом порядке. То есть может быть вы перечислили сумму и хотели, чтобы она закрыла какую-то налогу, а у вас закроются старые долги. И поскольку мы с вами говорили, что в общем-то сейчас можно через личный кабинет многую информацию получить, то есть еще дополнительные сервисы, про которые мне тоже хотелось бы вам сказать. Мы это закроем. И дополнительные сервисы у нас находятся в разделе регламентированный учет. И здесь, как мы видим, есть специальные режимы, то есть формирование КУДИР и 1С-отчетность блок. Но я сначала хочу сказать про спецрежимников, поскольку в отношении с основными средствами они, так сказать, самая пострадавшая сторона, потому что им приходится делать перерасчет. То есть вот этот блок формирования КУДИР, это у нас помощник. То есть видите, вот такой интерфейс открывается. И очень удобно с ним работать, потому что в этом случае программа показывает результаты всех выполненных действий. То есть, например, здесь, если у вас есть ошибки, то появится ссылка, обнаружено там 10 ошибок. И по ссылке можно туда перейти. Расчет налога. Ну и, соответственно, вот записи просмотреть можно КУДИР. А здесь есть у нас однотонкость. То есть автоматически программа сформирует вам книгу доходов и расходов. А вот если вы знаете, что у вас где-то есть косяк, исправить его быстро вы не можете. Но запись в книгу доходов и расходов вам просто жизненно необходима. То в этом случае у нас есть вот такой сервис. Он позволяет в ручном формате создать новую запись в книгу доходов и расходов. То есть она в налоговый регистр не попадает, но она будет отражаться как текст в налоговом книге доходов и расходов. То есть в этом случае вы выбираете, то есть, соответственно, что вам подходит. И добавляете строчку, где вручную заполняете запись, которая будет отражена в книге доходов и расходов. Так, нет, это нам сейчас не нужно. И еще пару слов хочется сказать про блок 1С отчетности. То есть на самом деле это название блока, но плюс к этому это название еще и дополнительного сервиса. Вот если я перехожу в этом блоке в общий журнал отчетности, то есть регламентированной отчетности, у меня возникает вот такая красивая пиктограмма, не пиктограммка, а информация, где 1С себя хвалит и говорит, какая она зайка, и что у нее есть бесподобно удобный сервис, и подробнее про него можно почитать вот по ссылочке. И подключиться тоже, вот перейти по этой ссылке. На самом деле сервис действительно удобный, он позволяет напрямую, минуя оператора электронной отчетности, напрямую с сайтов федеральных органов производить обмен, получать информацию, ну то есть работать. В этом случае нам не надо формировать файл, выгружать его, потом загружать в программу, через которую работает оператор, а в этом случае информация напрямую отражается в вашей, ну то есть на сайте в вашем личном кабинете. Это очень удобно, особенно когда связано с тем, что сроки ответа на некоторые требования у нас установлены сжатые, то есть там в течение пяти дней. За пять дней нужно мало того, что найти причину ошибки, исправить ее, написать письмо, что ни-ни-ни, мы больше так никогда не будем, и естественно отправить, не нарушив срок ответа. В этом случае, конечно, терять один-два дня на перепис, на то, что письмо будет идти через оператора, от оператора на сайт, будет просто обидно. Ну, кроме этого, там достаточно много еще интересных плюсчик, но, к сожалению, они не такие революционные глобальные. Самое большее здесь это скорость огнена увеличивается. И второй момент, то есть у нас вот есть регламентированный отчет, мы открыли журнал регламентированной отчетности, вот сейчас у меня здесь отражается одна единственная запись. Что же это такое? На самом деле это просто не перенесены в меню избранные нужная отчетность. То есть если я через кнопочку создать хочу ввести еще что-то, у меня открывается вот такой интерфейс, где закладочка все отражается только в меню выбора, а закладочка избранные, это вот то, где мы сейчас с вами были, то есть та документация, которая у меня, соответственно, сделана. Если мы, например, будем говорить про налоговую отчетность, то в этом случае я могу открыть и выбрать необходимый мне документ. Выбрать, по какой организации он у меня будет создан. Он запишется в общий журнал, ну пусть это будет Андромеда Плюс, первый квартал. И если вдруг у нас, видите, вот первый квартал 23-го года, у меня программа пишет, что отчетность утратила силу, я могу посмотреть, что у меня теперь действует. А в этом случае новая запись переместится на закладочку избранные, и я ее буду видеть сразу в этом меню. Но на самом деле хотелось мне показать вам другое. То есть понятно, что вот эти вот пункты, это у нас, ну как бы, сервисные. А вот меню личные документы, это как раз-таки регистрация ваших личных кабинетов на сайтах налоговой инспекции, Едином объединенном фонде. Статистики, ну то есть на основных сайтах фискальных органов. То есть в этом случае нас, естественно, будут интересовать личные кабинеты, которые касаются как юрлиц, так и налогоплательщиков и пистов. Ну вот мы, например, переходим и попадаем сразу на сайт налогового ведомства. Вход может быть и через госуслуги, и через ключи электронного КЭП, квалифицированная электронная подпись. Ну то есть вы видите, здесь есть разные варианты. И я попадаю сразу на сайт и могу посмотреть, собственно говоря, все, что меня интересует и как проходит моя отчетность. И если есть какие-то требования, я их увижу гораздо быстрее. И личный кабинет ФСС, то есть сейчас это объединенный фонд, объединенный социальный фонд. Он, к сожалению, открывается достаточно долго. Мы не будем ждать исправления. Здесь очень удобно то, что здесь есть отдельный кабинет для работы с листками нетрудоспособности. То есть, как вы знаете, сейчас практически уже во всех регионах установлены прямые выплаты, подтверждение видов экономической деятельности, ну, собственно, по всем социальным пособиям и выплатам. И хочу обратить особое внимание на статистику, потому что перед тем, как вы будете сдавать, например, полугодовую отчетность, нужно обязательно зайти на сайт статистики и по вашему ИНН проверить, попала ваша организация под какие-то выборки, то есть нужно ли вам сдавать какую-то новую отчетность статистики, потому что с начала этого года статистика разместила достаточно много новых отчетов, которые касаются и численности сотрудников, и там других показателей. Собственно говоря, сейчас практически почти все организации попали под какую-то довыборку. И, соответственно, с этого года, точнее с прошлого года, статистика начала применять реальные штрафные санкции, поскольку раньше достаточно долго декларировалось, что статистика будет штрафовать, но на практике штрафов не применяла. А сейчас штрафные санкции за несдачу, за несвоевременную сдачу отчетности, значит, в случае первого обнаружения это штрафы до 70 тысяч, а в случае обнаружения повторного правонарушения штрафы вырастают до 150 тысяч. Согласитесь платить такие штрафы за то, что у вас не нашлось 10 минуток заскочить на сайт и посмотреть, где вас посчитали, достаточно обидно. Так, это мы с вами закрываем. То есть работа с остальными пунктами, конечно, интересна, но это уже не наша тема разговора. И еще один момент, то есть у нас при работе с основными средствами, ну, практически 6 ФСБУ и 26 ФСБУ, которые с прошлого года обязаны применять все, а в нашем случае практически, ну, еще в начале года все в основном настроили, но если вдруг вы сомневаетесь или не уверены, то это выполняется в настройках и учетной политики. Это у нас с вами раздел НСИ и администрирование. Если у вас настройка позволяет вести мультифирменный учет, то у вас в меню есть пункт организации. Если вы мультифирменный учет запретили, то в этом случае у вас будет одна ваша организация, вам не надо будет для нескольких составлять, но, ну, вот, например, Андромеду возьмем. Значит, когда мы переходим в саму организацию, в карточку организации, у нас здесь есть разные закладочки, то есть адреса, регистрационные данные и так далее. Нас интересуют только с той точки зрения, что если у нас не задана, например, вот общая информация, адреса и телефоны, если у нас вот так красиво, как у меня, все пусто, то, соответственно, титульные листы декларации, отчета вам придется заполнять ручками. Что, в принципе, несложно, но время на это тратится, особенно когда это последний вагон уходящего поезда, то это уже обидно. Поэтому, когда заполняете, обращайте внимание, чтобы заполнить максимально все, что вы знаете. Тоже касается регистрационных данных, потому что составление тех же налогов – это титульный лист, где указаны ваши подразделения, обособленные подразделения. Ну, то есть информация, которая идет в налоговые органы, если вы что-то неправильно сделали, налоговики могут вам отказать в приеме декларации. И закладочка «Учетная политика». Ну, понятно, что систему налогообложения в основном все настраивают сразу. Здесь, скорее всего, изменять ничего не требуется, то есть общая или упрощенная система применяется. «Учетная политика финансового учета» и «Бухгалтерского». Вот финансового нужно заглянуть и, соответственно, посмотреть, так ли у вас здесь все настроено. Вот они наши внеоборотные активы. И здесь нас будет интересовать то, что касается, естественно, основных средств. Вот видите, у меня здесь старые настройки. Ну, то есть не старые настройки. То есть здесь еще в некоторых релизах присутствует ПБУ 6.01, а у нас сейчас уже 26.20.20. И вот здесь у нас, поскольку новая ФСБУ дает возможность выбрать либо с даты принятия учета, либо с первого числа месяца следующего за месяцем принятия к учету. То есть так, как было раньше. И проверить все остальные настройки. ФСБУ 25 у нас уже было достаточно давно, но, тем не менее, проверить тоже нужно. Извиняюсь. И то, что касается налога на прибыль, если вы на общей системе. И все, что касается настройки НДС. И вот он, наш налог на имущество. Если мы переходим в налог на имущество, то, соответственно, проверяем, какая ставка, есть ли у нас льготы. Ну, льготы в основном применяются там либо резидентами, либо, если вы еще какие-то преференции имеете. Проверяем настройки учетной политики. И не забудьте лица с правом первой подписи. То есть это у меня, естественно, нету, но нужно выбрать директора. В этом случае его фамилия, имя, отчество будет отражаться и на титульном листе, и там, где нужно оставить его подпись. Ну и, соответственно, поля с красным подчеркиванием, это обязательные для заполнения, с тем, чтобы потом не митаться и не вспоминать, а где же это у нас находится. И еще инс, и администрирование. Это мы с вами проверили настройки учетной политики, проверили ответственных лиц организации. Ну, естественно, если у вас касса, то вы вводите туда дополнительную информацию. И общие настройки заполняйте. Вот здесь вот видите заголовок программы. Это текст, который будет отражаться вот тут вот. Если у вас несколько юридических лиц вы ведете, или у вас несколько баз, то, естественно, лучше сюда написать название, которое вам помогает быстро сориентироваться. Ну и проверить, подключить, если у вас используются электронные подписи. Вот это самый вредный пункт. Его лучше не затрагивать, потому что если вы, не дай бог, проставите вот здесь вот флажочек, то при пометке на удаление у вас будет происходить удаление сразу, а не так, как установлено по умолчанию. То есть сначала ставится пометка на удаление, а только потом отдельные операции, происходит удаление. То есть это гораздо более безопасно. Ну, естественно, если у вас вы высококлассный сотрудник, то есть у вас хорошая квалификация, и вы понимаете, что надо удалить, то такой флажок можно поставить. Во всех остальных случаях не рекомендуется. И еще в разделе НСИ и администрирование нас будет интересовать несколько настроек, которые требуются сделать в этом году. Ну, скажем так, они не совсем связаны с основными средствами, но тем не менее. А с основными средствами у нас с вами связан раздел внеоборотные активы. И вот здесь вот проверьте, если вы занимаетесь строительством, то здесь ставится флажок, и в этом случае объекты строительства у вас будут вестись отдельным списком. Ну, и ремонты тоже самое. То есть, если вы проставляете чекбоксы, то у вас в разделах, которые вы отметили, появляется блок по учету конкретно того, что вы проставили. Потому что, например, в бухгалтерии сразу представлен весь функционал, который в программе предусмотрен. А в ЕРП некоторые разделы скрыты, то есть нет чекбоксов. И когда вы проставляете чекбокс, то в этом случае, только в этом случае, раздел активируется, и вы можете работать с этими документами. Ну, наверное, самый показательный момент это работа с кадрами, с воинским учетом. То есть то, что сейчас пристальное внимание привлекает со всех сторон, то есть и фискальные органы, и военкоматы. То есть у нас есть в разделе кадры раздел воинский учет. И, соответственно, в этом случае, чтобы этот раздел был активирован, чтобы появился в разделе кадры блок воинского учета, нам нужно с вами, сейчас вернемся в раздел кадры, и спустимся немножко пониже. То есть вот раздел воинский учет, мы должны здесь проставить... Прошу прощения, не туда зашла. Вот раздел кадры. Проставить... Вот он, наш раздел воинский учет. Вот этот флажок отвечает за активацию самого раздела воинского учета, а вот этот флажок отвечает за введение разрезе бронирования. Если у вас есть сотрудники, которые должности не подлежат призыву, то есть бронирование, то, соответственно, вы должны поставить этот флажок. Этот флажок нам добавляет один отчет, а вот этот флажок еще два. То есть если у вас проставлены вот эти два чекбокса, то вы должны будете сдавать три отчета. Ну, к этому еще, естественно, можно прибавить статистику и так далее. Вот. Ну, и посмотреть, все ли остальное, что здесь заполнено, соответствует вашим реалиям. Снова возвращаемся в администрирование. То есть, в принципе, по технологии, ну, скажем так, для того, чтобы подстраховаться со всех сторон, желательно при составлении квартальной отчетности проверять, какие у вас настройки стоят, что изменилось, какие новые бланки, формы рекламентированных учетов у вас появились. То есть вам нужно будет, во-первых, зайти вот по этой пентаграммке, проверить, какая у вас версия, и затем через ЗНЦ и администрирование проверить все ли настройки, которые сейчас вам необходимы, у вас отмечены. То есть активирован ли раздел. Снова возвращаемся, уходим из нашей демо-базы. Так. Возвращаемся к нашим слайдам. Я хочу вернуться на заставочку первую. То есть напомнить вам наши данные, наши телефоны, нашу электронную почту, наши телеграм-контакты, и пригласить вас к сотрудничеству. Мы будем рады оказать вам любые услуги, которые связаны с программным обеспечением 1С, и продажей, и настройкой, и внедрения, и доработки. Так что приглашаем к сотрудничеству, и будем очень рады оказаться вам полезными. На этом разрешите попрощаться и закончить нашу сегодняшнюю встречу. Компания Кодерлайн благодарит вас за время, которое вы нам уделили, за внимание. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Всего доброго.